и снова здравствуйте мы возвращаемся после паузы на вторую карту hydra против команды айчев в рамках дота 2.17 сезона по-прежнему морд и джем как вы помните прошлая карта закончилась за 19 минут вопрос за сколько закончится 2 ладно шучу на самом деле не будем ни в коем случае раньше времени загадывать но есть на это уже хорошие намеки потому что на стадии драфта у нас внезапно появилась кто бы вы думали бруд мазер герой который по идее должен против гидры всегда быть в бане по крайней мере то что видела до этого всегда банили как правило против них вот бруду выпустили по моему самый простой бан вообще против гидры это ликан бруда и все дальше даже думать не надо что банить еще но они решили убрать без мастера который тоже в этой мете я думаю раскроется это вообще мета про то что герои которые любили рейспакт собирать наверное сейчас скотироваться будут поменьше а те которые играли без него напротив выйдут на первый план и какие-то другие может быть командные артефакты ауры мы будем видеть вчера был darkseer например типичный этот с грипсами с кримсоном доминатор и оверлорд естественно продолжат быть очень актуальными артефактами давай я согласен верно и нет pipe ситуативный очень предмет ну как и crimson то есть зависимости от драфта соперника ты всегда можешь выбрать что-то одно я смотрю на драфт снизу и понимаю что ну crimson уже неплох даже против но crimson приподняли опять же последнем патче немножко там прибавили армора так что почему бы нет да действительно я согласен с тем что сейчас многие оффлейнеры будут появляться все чаще и чаще просто аурники да которые там основные андерлорды какие наконец-то будут появляться и прочее они и прошлом патче ну периодически залетали но это больше исключений из правил было ну сейчас возможно распробуют опять же патч вышел совсем недавно я уверен что игроки еще не успели все перепробовать там какие-то наработки свои так далее есть ну и опять же не сказать что патч сильно был про какой-то какое-то изменение в плане баланса именно глобального да там конкретно только по нескольким героям ударил тоже марсе поменяли да видишь она пропала там и слова совсем теперь она не очень сильно вначале поэтому не берут и что это не последний патч перед сезоном dpc потому что не конечно слишком мало ну я что-то большое да по-любому вот это что убили в рейс пакт это правда многие герои как видишь вообще пропали с радаров тоже enigma да которая по сути бы раньше собирала этот артефакт и отлично себя чувствовал и вот сейчас он забанили на всякий случай но в целом я даже не видела намеку на то чтобы хотела какая-нибудь команда брать себе саленсер появляется и чеф забрали на год на единственную герою которого там изменения были там если не за не если не ошибаюсь там что-то с армором плюс один или минус один сделать сейчас даже гляну на секунду где-то я видел там самые серии нармор ей дали да 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 броня уменьшена на один прирост силы на 2 до 2 и 6 классное изменение что могу сказать но поэтому нога как была сильным героем достаточно так осталось нет смысла ее не брать до тем временем коэффициент кстати довольно разгромный уже на матч от наших друзей из лиги ставок 1 и 10 на гидру и на и чашу 6 и 0 до чего себе вот настолько гидре уверен появляется зевса также также довольно сильные герои ну в целом по игре да и гидры с ним постоянно исполняют я видел не хватает только кэри позиция так понимаю для гидры прямо сейчас но они подумают над этим чуть позже потому что них закрывашка вот и чеф нужно думать чем зевса отвечать прямо сейчас зевс опять же отличный выбор здесь потому что с иллюзиями ноги отлично справляется то есть там иллюзии рассыпаются очень быстро вот нужен какой-то тролль еще есть вот как вариант как тебе тролль 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 то ли тролля а не знаю как он против ноги вообще работать мне кажется так да я думаю тут есть чем его кайте просто худвинг нога таск еще с контролем через пока бы тяжело наверное бы так 3-4 да наверное реки да да реки вообще 5 может быть не исключено часто бывает на 5 был был реки марой на 5 целом то есть него геймплей довольно примитивная не совсем опять же понимаю насколько он силен именно как пятерка на линии насколько он хорошо тебе может помочь вот но в целом если ты доживаешь до шарда то импакт возрастает несколько раз конечно в дротик этот его это что-то чем-то там радиус у тебя просто радиус full экран то есть ты можешь из поставить подвышки подвышкой своей стоять и просто практически под вражескую в миде вот кидать дротик и нормально себя чувствовать целом цеплять лайфстилер по итогу появляется против ноги вот я не понимаю почему команды некоторые вообще не смотрят историю встреч соперника сейчас обращение к и чеф я вот вчера видел очень похожий драфт от команды hydra это была бруда и лайфстилер против ноги они знают как играть с лайфстилером против ноги у них все получалось вчера против ноги почему бы просто не убрать того героя которым соперник уже играл но оставьте вы что-то такое может быть не самое удобное для них конкретно но нет вы оставляете героя на сигнатурку по большому счету на которой они знают как играть у них есть ауе урон на эту нагу и в конце концов возможно даже до той ситуации не дойдет когда придется работать против иллюзий просто будут находить настоящий будут убивать либо нога не успеет слоты нафармить иллюзии будут рассыпаться с про каста зевса и snap fire очень быстро я к этому вопросу еще вчера на самом деле тоже пришел потому что вот мы смотрели последнюю серию с димоном hydra и вот чтобы ты понимал дима говорит но я вот этот драфт видел буквально вот на прошлой серии там зевс снайпер там ликантроп и пара саппортов один в один сейчас здесь появится и вопрос почему команда не посмотрела историю прошлой встречи остается открытым потому что ну очевидно все герои которыми hydra играли им отдают и тут тоже самое не знаю возможно не готовится надеюсь что готовятся но видимо вот решили отдадим переиграем самая мне кажется главная ошибка в доте в принципе отдадим переиграем ну это ладно здесь да ну такое ведь и на инте тоже происходит да а давайте мы будем отдавать микки лишь рака 18 карт подряд и он дойдет до топ-3 там турнира а давайте себе отдавать в арку на мажоре он выиграет 10 подряд карта причем прикол за банки вы после 2 уже да ну слушай но на 10 это точно закон 3 но 10 раз не законтрели на 11 9 гард да с тех те их соперники они короче слабые они не понимают вот мы сейчас точно покажем как это делается и 7 с кубком ну да рассказывай нас на следующем мажоре за контришка говорится ладно но это все лирика понятное дело я не знаю посмотрим как это будет выглядеть на по факту это брут мид что да или нет вам прошу прощения девушка просто брутка здесь я раскидала сеточки свои смотрят как в виде мы чего но нет скорее всего падет сложный клауд просто чтобы было удобнее передвигаться так ну что по итогу 22 должно быть по баунте до 31 подождите опять три баунте руны забирают себе и чеф да плод похода это тот элемент игры которые они отработали брать больше рун вначале желтка это не на что не влияет толком ну да это пятерка реки посмотрим что он будет делать то что ну последний последний пятерку реки видел там откровенно говоря на такой скуды гейплей довольно был у него но там уже на получал по лицу довольно плотно многих потерял last или просто у него есть слабость 1 у него нет большого количества дэмэджа в начале игры как правило вот у него могут быть проблемы там некоторые на линия то есть он бьет не бьет точнее героев а слова совсем вот а реки маршу тоже много потерял здесь как больше не погиб таким тут легко ладно опустим этот момент space как синг-синг говорил свое время на стримы спаси когда каждый раз умирает снизу тоже кстати душка не жестко это чем потому что саленсер тут что их и педирали накидывает что клауду кд но в миде разве что плюс-минус зев себя нормально чувствует хотя на самом деле вот я видел не так давно вчера или позавчера игру нас там линия был как раз китас к зевс таск в итоге линию выиграл там зевс запыта парочку ошибок по позиционке критических допустил и в итоге проиграл или нет бруда очень слабый герой да на старте игры это герой который раскрывается понятно после шестого но вот хотя бы уровень четвертый нужен тогда на ней уже гораздо приятнее играть то можно будет грызаться в сайленсера и спокойно его вдвоем убивать пока же один на один этот сайленсер вот гоняет мы видим что fire прилично очень гоняет гоняет не то слово ласточку вынужден был потратить также хэппи дюрару здесь я думаю где больше столкновений будет на какой из линий реки мару все правильно делает понимаешь что нет смысла стоять и контактировать на линии как-то с героями команды чат нужно просто делать отводы как гуля там справиться против кентавра один на один нормально пока там отвлекается белка на реки мару в целом все хорошо несмотря на то что фб он отдал целом лайфстиллер пытается бить крипов конечно вас хит не сказать что не фантастический скорее всего он будет у с позиции догоняющего играть но ему как минимум дожить хотя бы до парочки артефактов до армлета какого-нибудь изолятора фейзер для дизолятор и потом уже игра начнется нормально вы что мастере здесь немножко ошибается мне кажется да суши царика как больно кентавру бодиблок хороший был счет реки мару на кентавр колечко себе уже купил плюс не два колечка на армор поэтому целом норм себя чувствует но тем не менее гули уже покусывать начинает на колец он набрал нормально пластилин колец и высказал или рэпер какой-нибудь ну да да но опять же с нулем армора стоять на линии против ластиллера ну и реки мару наверно не хочется слова совсем реки не знаю чем качать у него второй левел держит но он держит здесь держит на всякий случай там трикоза трет классная штука смог скрин тоже поможет если что поэтому тут на всякий случай лучше придержать так давайте наверное посмотрим еще по на торсу но до кентавра на free фарами на абсолютном у него пока что топовый показатель по фарму и вот смог все-таки был смог скрин успевает блинкануться на крепочка у були все плохо он уже начинает от ноги отставать а мы понимаем и нога в какой-то момент уйдет леса учащается и пропадет с карты там минут на 10 и потом выйдет а ну и может быть не на 10 может быть дольше но все же рада ли поздно вернется и звери из леса и объяснит кто тут батя так что и отпускать ни в коем случае нельзя здесь пока что в миде вровень стасиком идет брутка тоже неплохо на сложный фарм и так нападение на ногу но на говорят здесь могут забрать крайне маловероятно на года очень плотный персонаж только магии и можно пробить туда подвышку у тебя получается один сармора на четвертом левеле попробуй просто справься с этим парня с этой дамой точнее так звезд идет пешочком на базу пополнять ресурсе киен тасик пока что продолжает стать у него уже 6 есть но то спала его конечно переиграл за зевса видно так ну ластиллер хоть и отстает по фарму но все же пытается что-то добивать но кстати он уже обогнал ногу как ни странно вот и вот буквально минуту за ним не посмотрел но вот урона по-прежнему к сожалению кентавра не наносит там в г уже кентавра просто посмотри что это за смех какой-то кентавра вообще пофигу смотрел идет вышка бьет он крипов на себя там увел может себе позволить с другой стороны и он гуля то не особо пробивает подвышкой то армора много такая битва битва ложками смотри 0 урона 0 просто грызет по миллиметру кстати вот реки морозов с блинка нормальным спину наваливает ну кентавра прогнали в итоге сюда летит таск шарды залетают по моему динозаврик сейчас может заиграться ультимейт конечно от зевса это классно но зря он конечно так вот за нагляд подвышку пошел я провал кэри команды hydra было просто програтики тавра нет смысла кентавра бить потому что ты все равно ему урона 0 наносишь лучше просто составит лично мое мнение я конечно не учу никого играть но мне кажется лучше фармиста просмоливания крипы как бы профит не ты сказал про драку ложками а ты смотрел легендарную короткометражку да конечно убийство ложка да наверное самый мемный в эпоху раннего интернета один из самых популярных да 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 я еще на горе не помню играл первую ноту и вот тогда мы что-то нашли и угорались вот это было тогда очень смешно но это в компьютерных клубах постоянно вот этот было то что там какие-то мемными видосики ходили всегда там из разряда помнишь этот разборка в стиле кунг-фу или где где там чел у вас пародии эти коровы из мазрицы прыгает и он соски всем выкручивал короче тоже какая-то комедийный парадийный фильм но в общем да и с того времени минутка ностальгии так сказать старческая но в эфире мы люди немолодые сдам за 30 так но так-то чеф неплохо стартанули если что кентавр топ нет ворс сейчас почти 3 800 уже имеет у то есть кто же все хорошо лайфстиллер пока что вровень снага идет ну кентавру мое уважение как говорится главное чтобы этот нет ворс потом его огромный сыграл пользу для своей команды это фармить он нафармил но может быть что он оформился в пустоту это но пока его пробить не может лайфстиллер вообще никак через молнии будет играть лайфстиллер без изолятора видимо из того что против ноги играют чтобы как-то с иллюзиями справляться в это время забрали snap fire сверху сюда перед тягивается таска возможно сейчас клауд еще смогут подцепить вот быстро передвигается его не так просто взять реки мару пока что оставили линию в медиа нужно побыстрее 6 конечно получить это он шарлик сразу поставка и баре кимар похоже умер вард забрать отлично или нет слушаем нет все-таки заберут там еще раз по 6 заберут любому случаю да тем временем коэффициент на эту карту и тут внезапно 185 на 185 вот так вот то что не понятно чего ждать от команды hydra пока что в этой карте а также не забывайте пробан кликайте трансляции получайте фрибет в это время сверху кстати зевс перетянулся и начинается уже вовсю пуш вышечки our падает снизу на лайфстиллера планирует выйти ну вот что-то я не уверен что смогут вообще нам могут на вышку выйти просто шкин тавар спокойно танкует тавар динозаврик понимаешь что что-то тут нечисто и он успевает за долю секунду улететь на что snap кого не snap к белка тому же закидывала привязочку видите временем драка нас может случиться нападают на хотя кто еще на кого нападает реки уже пол хп потерял до грызут вышку с паучками будет попроще немного и получилось степаной таска и защиты должен какой нет кентавра нет кентавра говорю кентавр там занимается пассивным пуш ему только вот сейчас летит начинается драка вышка падает в итоге кентавр полетел snap культур кстати неплохо может здесь раздамажить скорее всего с саленсер отдадут как же больно реки мару а он в инвизи инвизи что не уязвимость но тут есть смарт он сам побежал на центре и тот еще зевса подставил ай я не допрыгнул до хг зевс нужно бежать нужно бежать его привязали помогите кто-нибудь реки мару по сути подставил зевса сейчас если по другую сторону побежал таз был катился но не дать не достал на зевсу таки скорее всего ушел там еще и дихо педюрару поймали кстати и скорее всего он тоже погибнет ну что сказать пока что начало за командой чев явно но посмотрим что будет дальше я много игр видел на этой лиге где команда очень хорошо стояла линия но потом там минуте 20 начиналась какая-то полная ханалия да дело касалось каких-то командных передвижений драк и прочего там многие проекты я бы сказал довольно часто происходило так на бруду тем временем вроде как планируют атаку сейчас и чё в сверху и здорово брат мазару пусть интеллект да да сами сыра ну да ну что пока легко я не знаю а ты чё на 2 тяжелое положение когда бруда вначале не доминирует а спустя там 10-15 минут соответственно вы несмотря на то что вышку снесли все равно как-то карту не занимайте потому что у вас героя банально слабее и реки вообще себя найти не может он пока абсолютно бесполезен он хочет купить шарт он его купит вот вот но я не думаю что этот шарт как-то глобально сейчас игру поменяет что изменится возможность инициировать появится и останавливать атаки то есть у него вот этот дротик он там не у радиус огромнейший просто это что в драке помогает на самом деле там какого-нибудь герой остановить на месте там не дать ему там что-то в кастовать и так далее как и атаку начать то есть он довольно довольно сильная вещь как по мне ты видел много игр где там условно реки мару просто в любом замесе он просто не выходил из инвизы контроля там как он скоро когда закидывал он просто кор там спи в слипе стоит в этом и не может ничего сделать он смог атака не собирается сбавлять оборотов и че готова не выходить зевс подсветил все разворачиваемся хватит на этом или не разворачиваемся хапидирару нашли подружку до снег погибает на и вышка начинает падать ну вышку сейчас должны допушить реки начинают разведку этот и заниматься просто беготня будет бесконечно от него его он получать отказывается дом бы хотел бы но здесь вот можно поставить пока нога фармит видел зачем сейчас делал до прыгнул чтобы заблочить спавнен шинтов да 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 немножечко денег лишил ноги полет и не уже получил дам полезное полезное пытается старается самое главное наш есть герои не игрой а игроки которые на спустя рукава так скажем играет здесь видно что мотивация есть присутствует так ну что армлетик готов у динозаврика продолжает фармить нужны молнии как можно быстрее урона конечно малого лайфтиллера пока еще в это время реки мара тут продолжает бегать на н шутах но там есть два центра уже как минимум нужно быть аккуратнее потому что ну должно быть понимание что рано или поздно туда варды поставят здесь продолжает фармить потихонечку себе к сэндж судя по всему да он планирует сверху нападение на клон не на клауда на хэпидерару было но есть там пит и улетает отсюда у нас худвинг убегает отсюда таск но не знаю смогут ли таска здесь поймать таск уходит сноубол пережил ультимайт нет фаер выжил в итоге пока что еще буквально пару ударов надо дать развороте ворвалась пачках же долго убьют 0 помощь от команды кстати вообще до фонтана добежали только сейчас перетягивается командами это конечно же есть полнейшая таск в итоге выжил супер тиль я считаю теперь нужно клауду отсюда уходить потому что ну за ним выехали global тимой тот белки залетает клауд вроде как живет но на самом деле ушки не остановят мастер и мастер и пока что получил дамы же вкатывать сюда таск прилетел зевс на разборке но как же быстро его пробивает таск здесь сейчас может откиснуть да он умирает в стиле рейдж не нажал под стан кентавра не зацепил его как-то все корявенько получается у гидры по вообще не нажать рейдж это как бы постараться нужно под стан кентавра лично мое мнение там анимация такая страна что но только ленивый мне кажется не успеет нажать возможно это был его план рейдж над нажимать чтобы тебя не убили если ты убиваешь то пофиг справиться видимо такая была логика ну короче во трех тысяч на качает до его и что-то есть такими темпами все продлится то эта игра также захочется как быстро как и прошло только пользу команды гидро в миде дружище надо было мне кажется а у него когда на рейдж был и не рейдж он нажал он короче спрятался за доджил стан кентавра да 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 и остановился вообще просто 0 действий забавно подозрительно я бы сказал ладно что 4к на действительно но опять же 4к это это не там условно не все сломаны то вы вышки я вот чему вот если например брать прошлую карту да там была доминация одной из команд но доминация была какая вышки падали регулярно 16 минуте все вышки полет на 16 минуте напомню сторона упал здесь пока что все это один вышки стоят несмотря на то что бегают фраги делают а чеф критичного по идее для ребят из hydra ничего нет единственный страшный момент это нога нога которая фармит которая рано или поздно будет с артефактами действительно с ней нужно будет что-то делать но пока товара не падают я думаю что гидру все устраивает опять же них зевс них оборона будет супер жесткая на базе то есть в это время брутка там будет бегать плит кушать и так далее поэтому они могут играть тут достаточно долго делать чему пока товара не падают все хорошо 1 товар упал только сейчас 2 точнее товар упал только сейчас занимает верхнюю часть карты мы уже видели как они пытались убить таска вдвоем тогда не хватило в четвером наверное попроще будет там хотя бы магический урон будет хотя я смотрю у зевса ману совсем нет значит насквозь здесь вряд ли что-то угрожает зевс улетает на т2 будет здесь фармить но на него сейчас нападать будут там есть блинку кентавра вот он пошел а у зевса нет маны даже на прыжок global на всякий случай стики прыгнуть монет и на зевс лайфстиллер тоже под сайлентом тот самое страшное оружие против лайфстиллера он ничего против сайлент и сделать не может он есть у найти рейдж это прекрасная вещь против всего остального но сайлент вы всегда контрил там уже думал за счет как об этом выживет нет пушки про пучки просили гули отдельный вопрос есть динозаврик что ну ладно раз речь не нажал ладно запрыгнул в господи в реке мару не стал ничего делать после но сейчас просто пришел рад кликом почему заходил в драк уже в глобале и он сам зашел вот такой далеко и я думаю что прекрасно понимал что у нас может ничего сделать странный короче мувы от ластиллера в этой игре по мне так ну ладно напоминаю про баннер под наши трансляции от лиги ставок так что обязательно пользуйтесь там промо-код dota 2.17 d20 точнее 17 нага быстрее набирают чем ластиллер значительно быстрее сейчас на ластиллерах не всегда покупают молнии на против ноги это обязательно он молнии купил все равно ни в какое сравнение не идет со скоростью фарма ноги здесь очень глубокая атака такая уже между т2 и т3 где-то там ближе к вражеской базе паучок грызет паучок грыз там этого лайфстиллер а не макера краска краска забрали в итоге кинтал клавиусы кастовал ставит ну во-первых сначала он был смог скрини потом там сноубол ушел и так далее но заметил как работает реки мару сейчас в этой драке китауру пытается убежать залетает дротик и тебя останавливает китауру до этого врывался пытался застанет тоже дротик получил ничего не сделал поскольку силен герой ну смысл импакта возрастает покупка шарда и вот если навести на радиус вас наведи на радиус это просто что-то чем-то их какой-то не плане станции много мне примерно монитор я говорю в монитор реально у него радиус монитор твой вот примерно никакой как блинк одесса блинка и дротика даже дротик чуть побольше так ну что ж рошана забрали тем временем у нас ребята из гидро не сказать что это прям вау какое-то событие опять же это плюс деньги плюс а единственный дается не достанется оппонента снизу кстати нога выходит довольно спокойно забирать соло кимару прилетает сюда зевс иллюзиями там конечно справляется вышка там еле-еле живет скоро упадет сверху всем временем global очень интересный global товар прыгнул впрыгнул в пауков они в саму бруду возможно global чтобы зевса забрать снизу будет умирать может и так на бруда с таким билдом соло конечно выиграть не сможет и зевса нужно побольше иметь он способен там с иллюзиями долго справляться и в принципе много урона наносить пока у него там один артефакт и шард маловато будет 8000 всего лишь на творчество 4 смерти для мидера с эскейпом это тоже мне кажется перебор несмотря даже на то что там есть герои которые могут ворваться сократить дистанцию но все равно аккуратно надо действовать его даже с аегисом сейчас такая ситуация что они сами не знаю чем делать на карте вот есть реки он бегает даже если там через дротик на кого-то нападать вопрос на кого и с кем самое главное да нет я думаю что хотя бы фармить просто продолжать главное чтобы гуля хоть что-то вносил моего гуля проблема в том что не так быстро фармит от кентауру на контр-нападение здесь на контратак точнее на бедерару бедерару скорее всего сейчас заберут или нет ой как жкать от этого мастеря в это время забирает реки мару где-то но мастер и кстати умирает что есть хорошо сон от ноги тем временем гулю зажали им тесто нет вы стоите и бкб прожимает таск там его пучки поджимают выбегает плаут на него пошел снова болт саленс и второй раз видимо гуля щас погибнет вообще против сайлент ничего сделать мог тут бкб придется брать на иксу ксане окна гумбрут его на гумбрет возможно да на гумбрет хоть тараска то и есть но все равно зевс там выдает рассказ то очень даже серьезно гуля конечно не справляется но и зевс и забирает еще и белку в итоге драка в свою пользу повернули ребята из гидры так смотри да зев за драку петь 100 демоджу нанес конечно он еще огоним не до фармил так что да как-то так но отыграли немного но немножко лака стала а к немножко одном это просто знаешь с тобой на эмоции одну как на эмоциях на впечатлениях мы тогда это увидели гидру который там играет по 26 минут но до 30 точно заканчивать на здесь пока не пахнет этим даже близко такое ощущение что игра очень затяжная будет потому что с одной стороны и и и чефа не идут до ломать ничего сами пока сломали два товара и все на три точнее то 20 успели забрать но в любом случае не пушат и бруда постоянно крепский поиск плит пушит и так далее против нее тоже особо не проиграть здесь от нападения сверху на бруду вместе с хаппи герарой заберут обоих скорее всего гадалки не ходи но они space создают пока фармит лайфстилеров пока фармит зевс на сервис бкб о дд динозаврику оставляют может быть под дешечку подраться да надо пробовать как только герои появятся них сейчас все получше значительно стало вот и возьмем до следующего рошана одну-две драки еще наверное до его появления увидим идут в хорошем направлении ногу могут найти нога уже идет на базу понимают прекрасно нас а чеф что не видно никого на карте поэтому тоже решили отступить перегруппироваться под т2 но подвышку давить конечно не стоит хотя реки мару бежит реки мару не остановить так тупо салитера нашли не успел полком ничего сделать саленсер в итоге нападают на мастере здесь зевс дает раскастовочку и в итоге мастере погибает поздно залетает сон не успевает ногой спасти кентавра ну и все на этом хорошая атака минус 2 я признаться не ожидал что так все быстро будет правильная цель до была выбрана это сален за саленсер дорожал иногда было далеко от всех ну чтобы заслипать там соответственно дюрара успел быть им этом там своим пробить кентавра ему не сбил никто и вот видно что hydra в макро опять вот начинает несмотря на отвратительный старт смотря на достаточно большое отставание но они благодаря своей макро игре рошана забрали сейчас они делают фраги отыгрываются по золоту и вот опять эта игра с брудой с любым самонером с уфлейна у них получается и чеф в этом плане конечно далеко позади я бы сказал то я нападение на клауда врывается сюда task есть при глобал поймали happy дюрару еще одну дюрару видимо оставляют здесь жопу петли бруда уйти очень вопрос пытается убежать еще одну сеточку через рожпит через все преграды на отпустите не бейте от монет но как факт разница в голде сокращается и чеф теряет все преимущество по золоту которую они наигрывали до этого нам осталось 2000 золотых это по сути уже не что аганим появился зевса из хороших новостей для команды hydra но а гуля продолжает дальше себе мкб собирать ну и молнии обнуты так проблема в другом а масса до ночи но все равно не с не зайдете на хг ребят только если помидуете помиду мне кажется тоже сложновато будет там лайфстеллер в это время подпошла линию и крипов не будет снизу а вот размяли немножко они вроде так защищены от физического урона там счет кентавра нага там бабочку себе покупает музей все равно очень серьезно пробивает если до него не дойдут он конечно будет делать разницу в драках несмотря даже на глобал там лотус есть в конце концов так это такой-то смоках и на базе дразна даже таска нашли таска нашли global и global нет global нет но есть сон есть там fit в итоге таск живет белка очень биты убежала из драки лайфстеллер остановили кентавр врывается стан подвоем а вот и global они все нажали чтобы выжить никого при этом сами не бьют и все это в преддверии рошана команды не знают конечно когда он появится в то же время он же может появиться уже и вот если он появился прямо сейчас и чест бы были в огромном минусе они бы этого рошана отдали дойдет дальше она хочет сыпануть нагу это интересно потому что реки допрыгнет он сейчас заслупает если нужно наверно же ракта прибрывается сла дальние динозаврик рядышком зев должен быть тоже неподалеку по деда поэтому все не так плохо это озеро неподалеку ладно простите зев должен быть неподалеку ну ладно экскизме бывает рошан действительно скоро появится отличный минус 4 от команды hydra наконец-то они вырываются полно впервые на этой карте вперед и уже ведут 1000 золотых забирает аван пост занимает позиционку и ждут появление рошан global был потрачен откат еще очень долгий нога нога продолжает конечно фарм и ног вообще опасно и так если посмотреть уже почти 3k но если пока переключить там за 3k перевалит х пашечка раз . скоро появится бабочка ух потом дальше еще и хекс появится хекс на самом деле тоже серьезная штука особенного стилер будет не рад 1 120 куру и клау подставляется ошибочка хотя лотос живет какая же плотная бруда ну да действительно 45 армора попробуй пробить что ты не обратил на это внимание нам вот у спайп чем бей страны вот плит плиту взяла сразу на будущее вот нас про погоне продолжается так колокс или раз запрыгнул в криточка видит ногу или кого-либо саленс разобрать до саленс и распевает global дать global спасает саленсиру жизнь но это не останавливает команду hydra они продолжают идти вот он зевс ультимейтом а где же сам зевс зевс он здесь подветренный выходит начинает пробивать мастер и в это время грызут таск от потратил бы кб из лотосов сноуболе вкатывается клаут в итоге погибает белка два байбека пытается сгрызть здесь нагу нага с бабочкой бабочка спасает мкб пока что нет по стилеру не можете пробивать нормально но есть другой парень который может и имеем узью с погнали или на не телепорт сбили нет нет ну не хватает урона зевс помоги я да вот спасибо справляется с молодец закупился манка просто отъелся максимально прямо на фонтане и остается в живых один только кентавр который скорее всего тоже сейчас после байбека отправится в таверну вот так в один момент hydra был побеждают получается не значит из минуса самой плюс 11 довольно по голде вышли и таким образом да все все идет к тому что 20 просто эта серия закончится в пользу hydra пока серьезно из тех команд что видел на турнире лучшее впечатление оставляют наверное призыв к остальным ну не давайте выбору с леканом пусть играют чем-то другим за два героя за счет которых они пока всех разрывают вся стратегия hydra строится на этих двух персонажах наверное стоит отдать им даже бестмастера или там где-то на фп его забрать если вы его тоже боитесь но вот эту парочку лучше убирать ставить hydra возможно в неудобное положение ну или хотя бы мы все посмотрим с чем hydra вообще еще умеет играть на это я я согласен хотелось бы чтобы контракт какая-то была все-таки драфту пока мы видим что даже несмотря на то что слабый старт и гидру был откровенно говоря вот как я говорил за счет того что не ломались вышки от команды chf ситуация полностью переломилась дожили до своих артефактов hydra и все пойдут сейчас заберут хорошо наверное неплохо было бы навязать какую-нибудь последний файт ну либо последний либо камбэчный файт для и чем прямо сейчас за этого рошан вот надеюсь они что-то предпримут так что у нас там по коэффициентам от лиги ставок у оперативно работает что сказать 102 на гидру 10-0 на команду сколько там на них было в моменте на гидру больше тройки да 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 резко поменялось молодцы гидра молодцы пока мне эта команда действительно очень нравится здесь продолжит том же духе на так пауза какие-то лаги небольшие говорят есть когда их не было как существует всегда что полагает по моему так ладно сейчас будет финальная битва разворачиваться вокруг рошана все объем рошан идем заканчивать наверно либо выиграем драк будем заканчивать дурашанов или так так даже быстрее наверно просто выходили вроде как два за эти очень что готовы были идти в атаку может быть соберутся все еще смог разобретет мирных и галат народа сейчас нога не попала в смока ну и бокс не с обойти найти дурашана драки какой-то выйти как-то спину команде гидра вроде как идея здравая но проблема в том что гидро уже бьет рошана но кстати довольно медленно с просветил так 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 замешковались немножко помешка лиц простите для замешковали стаж нарк потому что именно этим сейчас занимается команда и чеш ну кстати фраг сделали молодцы ну да забрали реки мару который сразу сделал бы бы круто за пол спалили смог целый и танцы периодис весь у лайфстиллера и лайфстиллер буквально в шаге от покупки мкб тогда у ноги начнутся проблема начнут очень сильно пробивать зевс купил себе шиву еще боже ниже все они плотные зевс сколько у него у зевса 29 армора получается 31 даже сейчас под всеми аурами бруда и вообще молчу просто 16 плюс 43 лайфстиллер 13 ну просто одну кто будет бить на них не пробьет как со сроки она не хотела global пошел потом нападение global сейчас закончится и на развороте мастер иди сюда будем разбираться с тобой белку там по ходу заберем тоже байбака нет сожалению у кентавра кентавра погибает за ногой теперь охота начинается просто не знаю чем даже помочь нога прожимать сон но тут есть пока башечка ну правда башка не поэтому нога улетит но опять же сон потрачен был ничего страшного не думаю что hydra особо расстроились на реке мару после байбака погиб очередной раз но это не остановит я думаю hydra того чтобы пойти и зайти на хг во второй раз вообще будем по-хорошему по нижней линии пройти просто если так посмотреть она довольно сильно пушина он плюс еще вышки стоят бруда уже идет надо приоритеты по-другому ставить команде чеф и находить не реки стараться находить зевса то что они реки убивают но это в тимфайте вообще самый бесполезный герой кроме вот своего дротика там смог скрина из-под которого выбегут на стампиде ничего он толку не дает ступайр вносит урон но про всех остальных там понятно ты говоришь зевсона попробуй найти его там за километр стоит где-то вообще сразу накидывать как он живет на панель это за команды найди пока бы этим более скоро появится зевса агихекс секс секс конечно это классно но спасет ли здесь уже так лайфстиллер понимает что нужен контроль потому что раз за разом нога вот так вот будет улетать поэтому надо собирать башу все правильно пушка снесена последняя внешняя и теперь на последнюю сторону заходим ломаем ее драки пока нет не можно конечно ждать пока у лайфстиллера две минуты и дисне закончится ну ребят наверное лучше против айгиса драться чем против мига хрипов потом они будут драться сейчас должны по крайней мере вот бруду худшая цель самый плотный герой стать пробивали пробивает пробивает нормально но гуля подхилил все нормально в итоге пережили самое страшное снова сон нога снова делает тп и вся команда но это будет безобразие пока дай продолжаться говорю пока я бисон не появится какой-нибудь или хотя бы башу просто окно это еще не конец там таска нашли таск покатился вперед но это возможно его последний сноутбол будет снова заехал лопус бывает бывает вообще cloud не рад такой а ну что простите экскизами где я почему я на фонтане но он все еще живет такие в это время с кентавром могут разобраться очень мало хп осталось кентавра доедают забирай так же саленсер у него есть байбеку но и делать моментально возвращается обратно в это время гули начинает бить на там а егис напоминаю нимбов залетает уже на фонтане отдыхают ребята из команды че слава богу что за ними за ними не побежали гидро гидро просто отступили и начинают ломать т4 там уже мега крипы так что если что для гидры варл спанч залетает поймали реки мару реки мару закидывает на ход на гисты смокскрин врывается снэпфайр под фулл фокусом находится нога и на этом моменте заканчивается 2 к 40 минут ну крайне уверенно вот суммарно на двух картах очень уверен несмотря на плохой старт в это и видно что гидра с запасом лучше на данном этапе играет доту чем их сегодняшний соперник и такая гидра может на этом турнире дойти очень далеко но и самое главное что теперь они заработали уже третью победу с тремя победами из шести матчей до 6 матчей на сыграть хорошая заявка на то чтобы попасть в плей-офф четыре команды напомню выходят 4 еще будут приглашены так что последим еще и дальше за гидрой но сильных соперников кроме наверное собирается они уже прошли я думаю в топ-4 мы точно увидим это скорее всего правда потому что все к этому идет опять же не будем мы же не экстрасенсы чтобы предсказывать будущее кто узнает что будет завтра но в целом да она на то и похоже ладно у нас на сегодня есть еще один матч который будет чуть позже но стартанет он в 20 на москве поэтому еще час лишним придется подождать до его начала это его идти против команды айви также формате бутри пока что уйдем на небольшую музыкальную тире большую паузу что вернемся через часок